Добрый вечер, Игнатий Тихонович! Добрый день! Вам видно меня? Да, Игнатий Тихонович, видно хорошо. Но? Но? Господи благослови. Вопросы? Давай, готов. Давай, готов. Вопрос один, но как обычно бывает, несколько подвопросов. Что такое ложь во свете Библии? Насколько она страшна, насколько опасна? Потому что мы знаем, в Откровении читаем, что участь лжецов в озере Огненов. Также мы знаем, что дьявол есть отец всякой лжи, и этому противопоставляется то, что Христос себя называет истиной. Насколько страшно для христианина и вообще лгать, произносить ложное свидетельство? Бывает ли ложь малая и большая? Бывает ли ложь во благо или нет? Вот такой первый вопрос. Витя, что такое ложь? Ложь это вся наша жизнь. Вся. От райских обителей. Что-то мешает, интересно. Так никогда не слышно? Так никогда не слышно. Мешает. Мешает. Вот. Ну, начнем с того, что... Вот первый человек в районе. Какая-то беда. У вас микрофон там сильно открыт? Когда я говорю, может быть, вам отключить его на время? Посмотрите. Это как-то... Это как-то... Нет. Отзвук какой-то идет и все. Посмотрите. Посмотрите. Когда будете говорить, тогда сразу как-то можете сделать громче. А у меня тут совсем не слышно тогда будет. Мне, главное, и вас-то надо услышать. Вот. Господь сказал истину. Он говорит, я есть им путь истины и жизни. Евангелие Теяна 14,6. Бог истина. И неверующий Богу представляет его лживым. Неверие – это непросто. А я не верю. Неверие – это означает, Бог говорит неправду. То есть ты, Бога, человек, называешь лжецом. За этим другое стоит. Вот мы думаем, ну, человек любит мир, там, в миру живет, как все там, выпивает, гуляет, пьет, курит. Что особенного? Так все делают. Ничто человеческое мне не чуждо, говорят. А это смерть. Иаков называет таких людей прелюбодеями. То есть, ну, прелюбодеи и прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром – это вражда против Бога. Иакова 4,4. Желаем мы или нет. Евангелист Иоанн говорит, так, кто любит мир, в том нет любви в очи. А нет, а мы Богу говорили, мы любим тебя, исполняем заповеди. Любовь первая – заповедь, любовь – любовь. А Господь говорит через Иоанна, нет в том любви, кто любит мир-то. Нет любви в очи. Божественная любовь должна быть. Так что говорить, ну, что такое ложь? Порождение дьявола, в первую очередь. Большая или малая, не разбирается. Ну, великое ли дело, так вот разобраться. Я в районе-то, что она сделала? Что там, плодов не хватало у Бога? Чему ревновать-то? Тут бьются за страны. Вот за Крым. А-то территория, там сколько плодов-то нарастет. А здесь один плод. И это обошлось, не просто война была какая-то. Как подсчитывают сегодня, в землю уже ушло около 100 миллиардов людей. Умерло. До Христа было 5508 лет. Ну, и тут 2000, если правильно считать, не 17, а 21. Ну, 4 года, это поправка. И все это за самое малое. Почему? Божья справедливость. Нам это никогда не понять, и не надо даже полагать такую мысль, что, ну, несправедливо так. Что это? Сегодня ничего люди сделали, а теперь смотри-ка, как Бог расправился с ними. Я закрою, может быть, так получше будет видно. Сильно отсвечивает. Но наши мысли, это наши мысли. Пророк Исаия говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И нам с первого дня, как мы родились, это надо было вложить в голову. Не пытаться Бога измерить какими-то приборами, увидеть. Ну, а если человек сказал неправду, а ты эту неправду принял за правду и теперь разносишь. Ну, тот лжец и ты лжец, какая разница, а оба упадут в яму. Потому что ты все равно сбивал людей с пути. Ну, вот подошел дьявол в виде змея, сказал, оболгал. Да, он сказал Бога, нет, не умрете. Он Бога не верит, а опровергает. Почему? Евангелие от Яна, 8 глава, 44 стих, говорит, он есть лжец. И отец лжи, отец лжи, какой большой или маленький, не указано. И не разрешают. Тут совсем небольшая была ложь, так разобраться-то. Есть люди, которые ложь сделали своей профессией. Его учат так скрывать, он уезжает, там где-то входит в доверие. Ну, называется разведчики, с той стороны шпионы. У него вся жизнь на лжи. И он женится, а она в любой момент покинута будет, потому что она-то думает, он хороший, а он-то чужой враг государства. Вот с этой стороны, если сейчас смотреть, найти место, где нет лжи, просто невозможно. Невозможно. Я беру, допустим, внешнюю жизнь. Жены изменяют мужьям. Разводы идут только тогда, когда он уже узнал. Или там еще что-то хуже произошло, плод уже принесенный. А если открылась бы, лжи-то нету, да не приведи Господи. А ложь это одно из мытарств, которое надо пройти. Хотя на нем гибнет меньше, чем на блуде. Из 20 мытарств, которые после смерти душа проходит, больше всего пропадает на блуде, на прелюбодеянии. А почему? Они на лжи основаны. Все. Она незаконная, гражданская жена. Ну какая жена гражданская-то? Блудница? На букву «Б» еще можно назвать как-то? И вот когда мы говорим, что такое ложь сегодня, это вся жизнь. Вот опять звонит кто-то. Ладно. Я его выключу сейчас, отобью. И поэтому у меня, видишь, на многие подобные вопросы ответы уже даны. Я поэтому готов к любой теме. К истинному православию, там у меня есть такое. Спаси Господи от лжи. Спаси Господи. И дальше. Господь сказал, люди чем страдают? Чтобы избавил. От чего? От обедения, пьянства, забот житейских. Их у меня статья «Спаси от забот житейских, от пьянства, от обедения». Это отдельно большие темы. Они в книге моих «К истинному православию». Так отдельно там обрадобрить и о лжи. Спаси Господи от лжи. А можно ли избавиться? Невозможно. Почему мы молимся? Господи, прости мои согрешения. Я же сотворив перед Тобою. В уме или в помышлении. В одни или в ночи. Умышленно, не умышленно. В забвении ума. В ведении, неведении. Бывает в неведении. В неведении как? Ну, ему сказали, он поверил, а оказалось, ничего этого нет. И он всю жизнь лжет и лжет и лжет. Это Бог будет рассматривать. Говорить, большое или мало, нет. Тебе разум был дан. Почему ты не прислушался ко мнению людей? Почему ты не спросил кого-то более знающего-то? Почему пошел за лжецом? А лжец – это дьявол. Вот мы считаем, в Ветхом Завете, Господь держит совет. Люди даже не верят. Держит совет и слушает сатану, Бог Всебогущий. Ему нужно погубить Ахаву. Бог бы взял его, хлопнул, и мокрого места не осталось. Нет. Нужно составить какой-то сценарий, чтобы это было как бы естественно. И вот выходит, один дух говорит, так, другой иначе. И один подошел и говорит, я знаю, как его увлечь. А как? Войну надо начать. Пускай там Майдан какой-то будет у них, пускай там за Крым борются, войска там Сирию где-то бомбить будут. Мы это сделаем. Но нужно, чтобы он туда пошел, царь. А раньше цари всегда выходили на битву. И я там его прикончу. Но у царя есть пророки. Прежде чем пойти, он их спрашивал оракулов, идти или не идти. И многое было открыто. Не написано, что уже пророки. Пророки. И они все говорят, иди на этот Ромов-Галацкий, это город наш бывший. И поэтому Западная Украина, это Российская, надо ее отнять. Оттяпать, как говорят. А царь, который пришел, и Ассофат-то, он был из Иудеи. И он думает, вообще-то здорово, сто процентов. Но если хоть один вето наложит в Организацию Дневной Нации, проект не проходит. И вот тогда было так же. И он говорит, а есть у тебя еще пророки? Он говорит, есть один, но я не люблю его. А почему? Да он обо мне хорошо не говорит. А хорошо-то надо ли о тебе говорить, когда ты страну всю утопил в крови? Голодным люди мрут. Зарплаты нету. Ну какой же ты президент после этого? Он говорит, не говори так, царь. Пошли за ним. И послали одного там какого-то епархиального секретаря. И он пришел, и радостный, возбужденный такой. Все говорят, победа будет наконец-то у нас. Ну сколько можно отступать-то? Страна разлагается. А теперь у нас самолеты. У нас там разное Буратино придумали. Мы их пожжем там, и все. А Махей говорит, что скажет Бог, то изреку и я. У меня есть такое стихотворение, положено на музыку. И не словечко более. Замучились с Мехеем, сбились с ног, а он за прежней. К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. И он был из тех, говорит, что скажет Бог. И когда он пришел, и стал говорить. Ну, говорит, а пророки-то как говорят. А я видел, как Бог советовался. И когда так дух сказал, я войду в уста всех пророков, в рот залезу в уста. И они будут говорить неправду. Ну, а там-то один из них какой был, он в почете был. И он сразу подходит и ударил там по щеке его и говорит, а по какой дороге от меня он ушел? Что, в тебе говорить? Он говорит, бегать когда будешь, как говорится, пятый угол искать, тогда ты узнаешь где. Ну, и мы знаем, как история развивается. Так вот, написано, дух лжи вошел, но нигде не написано, что он вышел. Он по наследству передается. Если у тебя бабка была такая, связанная с нечистой силой, ну, друзья кто-то. Если они тебе где-то что-то, и ты мог сам, не зная, получить этого духа и жить под его водительством всю жизнь. И знать не знаешь. Посмотрим биографию этих, кто был у такого-то, который злодей вырос. Почему он такой? И где-то что-то находится такое. Не просто так. Блудная жизнь, как правило, там что-то такое. Почему? Святые указывают. Антихрист придет, это будет, говорит, седьмого колена блуд. От блуда. Следующий от блуда, там от блуда. Знаете, многое стоит. Ну, и закончится вся мировая история ложью. Он будет обещать. Я как бог, сяду как бог. И не будет еще плохого. По-американски будет боюкать. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Это у них поговорка такая, пословица. Врут они. Нехорошо, совсем нехорошо без бога. Иначе не назовешь, как блудная Америка. Я к слову говорю, блудная Россия, блудная Украина. А все идет от дьявола. Ну и вот, прочитаю немного из книги моей к истинному православию. Называется «Спаси Господь от лжи». Вам не скучно, что я считаю так много? Нет. Наоборот, назидательно. Ну вот, ладно. По евангельскому закону человеку дано говорить только правду. Единственное правду и ничего, кроме правды. Потому что всякая неправда есть грех. Всякая. 1 Иоанна 5,17. А возмездие за грех. Смерть. Римлянам 6,23. Вечная погибель от лица Божия в гиенском огне вместе с дьяволом, лжецом. Где не будет конца мучению во веки веков. Откровение, 20 глава, 10 стих. Всякая ложь, всякая исходит от дьявола. Христос дает эталон ответа на вопрос, почему люди не верят Библии. То есть самому Христу. А верят басням мирским и старковным предрассудкам, слухам. Кавычки открыты. Почему вы не понимаете речи моей? Вопрос. Потому что не можете слышать слово моего. Не можете. Вы перебиваете, вы лезете, вы свои доводы делаете. Не можете. У вас нет той области в сердце, которая позволяла бы слушать и сказать, о, я это не знаю. Вот люди, которые слушают, что-то записывают, на бумагу бывает, потом перепроверяют. Это необходимо. Я вот как обратился, и с самого первого дня у меня кто-то с собой рядом. Пока жены не было, другие люди, магнитофона не было, вручную, что успевали, записывали, что я говорил. А потом мы отдельно разбираем. Я смотрю, какой стих более удачный надо было взять, более сильный. С какого на какой последовательный переходить. Не перепутал ли я. Это очень серьезное дело. Я людям указывать буду путь. И далее, Христос после этих слов говорит, ваш отец дьявол, вы не можете меня слушать, дьявола будете слушать. И вы хотите исполнять похоть отца вашего. Не то, что Бог положил на сердце, ты даже это не знаешь. Он, дьявол, был человек-убийца от начала, еще в раю. И не устоял в истине, на небе, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, а отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Иоанна 8, глава 43 по 45 стихи. Дьявол по-гречески клеветник, дьяволос. Откровение 12 глава. Дьяволос лжец, и отец лжи. Христианину можно или не отвечать, молчать, подражая своему учителю Иисусу Христу. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Иоанна 19, 9. Или отвечать правдиво. И даже видя ли горе, как смотри, житие святого Пантелеймона. Никогда не желай говорить, какой бы то ни было неправду ложь. Серахов 7, 13. Ну 7 бывает на 6 надо посмотреть, потому что интернетная версия на одну главу выше идет. Попутно. Написано, потому что злой порог в человеке ложь. В устах не вешет она всегда. Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба наследуют погибель. Серахов 24, 25. Стыдись перед начальником лжи. Серахов 41, 21. Ложь вошла в мир через женщину, и потом через нее, как через передаточное звено, и в мужа. Вот почему жене и не дозволяется быть священником и учить мужа, но быть в безмолвии. Причина-то одна, Павел говорит. Ибо не муж прищен, но жена пристишь и спала в преступление. Неправда причиняет смерть. Неправда всего лишь. Премудрость Соломона 1, 15. Остерегайся всякой неправды. Серахов 17, 12. Библия предупреждает о последнем времени, когда умножится на земле неправда и невоздержание. Третья езра 5, 10. Это особенно будет видно тем, кто живет во Христе. Ложь охватит все сферы жизни. И чем выше должность, тем неслыханнее ложь. У Гитлера был министр пропаганды и образования. И он что говорил? Чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Не может быть, что все неправда. Совершенно нетерпимо это проявилось у судей. Сплетчиков лжи. Сплетчиков лжи. Написано Иов 13, 4. Что по желанию Евнуха Кастрата растлить девицу, то производящий суд с натяжкой. Я это следователю говорил. У меня ничего нет, а он копает и копает. Суд с натяжкой. И построено на одном лжи. Из-за лжи, когда лжи свидетельствуют, доказывают на другого, подсматривают, клевещут. Это все из одного ящика. Только по подозрению, по 58 статье сталинской, все выгребающие, 14 пунктов имеющие, погибли миллионы людей, миллионы, не тысячи. Грех лжи у следователей, судей и прокуроров безмерно вырастает от того, что он имеет власть не только оклеветать, но и имеет власть избежать самому наказания за ложный суд. У них статья такая есть. По закону Божию же, если, считаем, если выступит против кого свидетель неправиль, несправедливый, обвиняя кого в преступлении, то пусть предстанут области и человека, у которых тяжба перед Господом, перед священников и перед судей, которые будут в те дни. Судья должен хорошо исследовать. Если свидетель тот ложный, ложный донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло, истреби тебя. Вот если бы так поступали, буквально через месяц бы ни одного не было лжесвидетеля. Их расстреляли бы всех. Второзаконие 19.16.19. Я привожу пример один. Случилось, что два генеральных прокурора оболгали невинную душу, приговорили ее насмерть. А это было обнаружено у Даниила, 13 глава. В этот же день оба заслуженных судей лишились жизни, были казнены. Я привожу это свидетельство. Даниил сказал ему, точно, солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас. А как, он их развел по сторонам, говорит, вы видели, она блудила, да? А он одного допросил. А люди-то слушают, так сейчас допрашивают, поврось. Под каким дерево видел? А там, видимо, дерево все знали, что если масличное дерево, одно только растет. А где дуб, в другом конце сада. Один ответил так, другой по другим деревам. В разных концах сада. Ну, явно, что врут. Они не договорились. Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющихся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они злоумышляли против ближнего по закону Моисееву. И умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Даниила 13,62. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит, ложь не спасется? Притча 19,5. Лица судей он закрывает. Иоа 9,24. Он судей делает глупыми. Иоа 12,17. Поистине, кого Бог решил, говорит, наказать, у того прежде всего отнимает разум и совесть. Сколько появилось судей с худыми мыслями? Иоа 24. Когда судьи перестали Бога бояться и людей стыдиться. Лука, 18 глава. Судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Сафония, 3,3. Судьи судят за взятки. Михея, 7,3. Но это как будто сегодня. И вдруг судьям назначают такую зарплату. На пенсии идет 53 тысячи пенсия. И поэтому для чего сделали? Чтобы судьи жили хорошо, взятки не брали. Если взятки брали тысячами, теперь только миллионами. Совесть-то осталась та же самая, то есть ее нету. Я вот сколько судился и пришел к выводу, что судьями надо ставить только верующих. Независимо от того, кто он, православный, баптист, мусульманин, но только чтобы он ожидал суд Божий. Чтобы о нем другие сказали, там, мула, пусть буддист будет, что он за это будет наказан. Вот тогда можно его ставить в суде, чтобы он именно верил, молился. Вот так. Так в житии Пимена Великого за 27 августа по старому стилю, это из жития Дмитрия Ростовского, слышим его, он говорит, не твори суд по слуху, но исследуй, узнай, если виновен, осуди как преступника, а если не виновен, отпусти. Один судья очень хотел с ним лично побеседовать. Может быть, записать ролик какой-то с Пименом. Ну и попытался через сестру. А он даже и ухом не пошевелил. Тогда судья придумал такой ход. Он любил племянника у сестры, взял и арестовал его. Незаконно. Сестра плащет, его могут казнить, сходить и поговорить, и без судья знакомых. А он вот это и написал. Исследуй, узнай, если виновен, осуди, как преступник, а если не виновен, отпусти. Так говорил святой о родном племяннике. Советские судьи, знаменитые тройки, это дьявольская троица в кавычках. Иоанн Златоуст, том 6, 700 страница, подвела итог от обвинения словами к товарищу Маузеру по словам Афанасия Великого. 18 января исчезла правда. Из жития святой Ирины 5 мая доносится вопль дьявола. Когда она обратилась к Богу, он кричал, все люди слышали, я отец всех пьяниц и всякой лжи. Он правду говорит. Святой Амфилохий за 23 ноября убеждает, что всякая ложь от дьявола. Ложь велика она, мало ли, от дьявола она, говорил он. Вот тебе ответ первый. Запомни, кто, 23 ноября Амфилохий. Не каждый знает. А за ноябрь месяц жития откроешь и найдешь. Так, вот эта ложь велика или мало, это говорит Иоанн Прозорливый. Прозорливый, запиши. Я маленько тут не туда глянул. Иоанн Прозорливый, 27 марта. А впереди Амфилохий я сказал. Видимо, то же самое сказал. Иоанн Прозорливый, 27 марта. Чтобы никогда не говорить ложь, нужно помнить, что за всякое слово на суде Божьем после смерти придется держать ответ. И душа начнет спотыкаться на мытарстве лжи. А Анове, 5 июня, когда братья просили его сказать о себе что-то великое, сказал. Суд с моих не сошло ложное слово. Знать немало это заслуга, жить не по лжи, как заклинает нас Солженицын Александр Исаевич. Судя по написанному в Библии, судьи более всего подвержены этому смертному греху лжи. Это чисто профессиональный грех, видимый всем. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших? Псалом 57, 2, 3. Это было уже 3000 лет назад. Но вина падает не только на следователя, но и на того, кто дает ложные показания на себя, думая потом исправить все на суде. Библия запрещает это. Ложь говорит каждый своему ближнему. Псалом 11, 3. Когда обвиняли святого Дулу с растотертого в краже, в житии 15 июня, он твердил одно. Лгать на себя не могу. Так и не сознался, пострадав от клеветы. То есть его пытали, и он умер. К святому Паисию 19 июня обратились прояснить дело об украденной вещи. Вор был уже найден. Так думали все. Ибо подозреваемого схватили по указанию почитаемого монаха. О, в Сергию Лавру он там служит при монастыре. Святой Паисий немедленно восстановил справедливость, оправдал невинно и указал, что в устах неуважаемого следователя-криминалиста, у монаха сидит дух лживый, демон-дьявол. Он его прямо видел. И как змей, говорит, вокруг шеи оббился и душил. Проконтролируй, Паисий Великий, сегодня всех следователей. Это я молитву такую составляю. Но в рассуждении дел семейных, житейских, все люди, судьи неправедные. Псалом 4.3. А тут робы заблуждают все, говоря ложь. Сделали ложь для себя убежищем. Исайя 18.15. Лгут все и всюду. Правители народу, народ правителям. Муж, жене, дети, родителям. Советский Союз не только империя зла, но и империя лжи. Еще дальше удалится истина. И приблизится ложь. 3.14.17. Сколько ветреников проповедует ныне ложь? Михеем 2.11. Экстрасенсы, лекари, учителя, детки, разные, Ивановская. Рерихи, Кашпировские, Ванги, Селители душ, Белые и Черные братья и Кришны. Сколько их и куда их гонит. Господи, удали от нас путь лжи. Я ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Ненавижу всякий путь лжи. Спаси нас от человека, говорящего ложь. Суетую ложь, удали от меня. Псалом 118.29.30. Псалом 8. Чем выше должность, тем гнуснее ложь. Человеку дан язык, чтобы иметь средства общения. Уметь до другого нанести свою мысль. Поучаешь за своих коллег. Министр иностранных дел Наполеон Аталайран изрек. Язык дан для сокрытия мысли. То есть говорить не то, что думаешь. Вот так. И обнадеживает народы ложью. Иеремия 28.15. По истине. Прав Федор Студит 14 ноября. Горько воздохнувший сказал. Истинно принесена в жертву лжи. Вот можно писать себе. Федор Студит 14 ноября. Он очень популярный. У старобрядцев. Истинно принесена в жертву лжи. Строг суд будет над начальствующими. И предстоит им строгое испытание. Премудрость 6.5.8. Если часы на руке человека показывает неверное время, то заблуждается один. А силу, ну, несколько человек, кто спрашивает. Но обман вокзальных часов менее велик, чем сигналы точного времени из Москвы, если они будут лживы. А если это так зримо в делах мирских, то какова вина тех часов духовных на самом высоком уровне, как патриарх Феофил Александрийский, смотри, житие святого Иоанна Затауста 13 ноября, оказавшийся лжецом, клеветником, наставленным самим сатаной. Православный патриарх не еретик, но грех Феофила Александрийского с его смертью изгинул. Какова же вина митрополита Сергия Строгородского, будущего сталинского патриарха, оболгавшего всех мучеников, отрекшись от них, предавшего церковь в руки сатанистов и антихристов, открывшего дорогу врагам Божьим к алтарю. С 1927 года пошло невиданное обмерщение церкви, когда на все архиерейские должности, на должности благочинных храмов и монастырей, коммунисты стали ставить своих проверенных людей, волков в овечьей одежде, изнутри разваливающих церковь. Правда и ложь, свет и тьма, божья и дьявольская, все перемешалось, грань между миром и святостью исчезла, таинства потеряли подлинное значение, все превратилось в ложь. Исповеди нет, крещение обманное, ладошкой мокрой, все обман. И любого отпевают, вот сейчас там самолет упал, певцы да присуны, и пели-то что, безбожные песни, а не важно, рабы божьи названы, всех отпели. И кого избрали старейшего, из митрополитов Ювеналия, для крещения, чтобы стать христианином, нужно готовить человека до трех лет. И чтобы заготовящийся, было два поручителя и членов церкви. Чтобы доподлинное было свидетельство, что оглашенный, воистину, жаждет стать христианином. И только потом крестить, и при три полных погружения в воде, когда скрываясь в воде, не стоя на капельном полу, умирает для прежней греховной жизни во лжи. Появляясь из воды, воскресает для новой жизни в истине. И если этого ничего не делается ныне в церкви, тогда все делаемое там есть гнусная, страшная ложь, а обман простодушных. И если неприготовленное приступает к прищищению, пьют и едят себе осуждение, в смерть, а не в здравие, ибо не рассуждает о смерти Господней. То есть не решается умереть со Христом для этой жизни лживой. Это же касается и вещаний. Все это лишь обрядоверческий камуфляж, имитация под истину. Бесплодная вера соблазна для сердец, она разрушает надежду в конец. Напрасны учения, напрасны слова, ведь вера без дел перед Богом мертва. Лишь вера, несущая плод для Христа, велика, могучая, пред Богом свята. И ставят вопрос, а почему лгут люди, священники, учителя, торгаши? Христос ответил так. Славу друг от друга принимаете, а славы, которую от единого Бога не ищете, Иоанна 5, 44, 12, 43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели Божию. Вот ответ. На каждой литургии диакон резко отделяет третью часть богослужения, обращаясь к народу. Оглашенные из идите! Елица оглашенные из идите! Этот возглас он произносит трижды. По правилам, по смыслу, здесь, как говорят святые отцы и составители литургии Анзотоус, диакон должен вывести из храма всех, кто готовится к окрещению. Они сегодня не готовятся. Кто отлучен от церкви за грех? Неотлученного ни одного нет. Вывести посторонних? Никогда не выводили и не выведут. И все на это ответ есть. Ну как, а может он услышит, может обратиться. И тогда только тогда те, кто верные, верные, продолжают третью часть литургии верных. Сегодня даже под страхом расстрела во всех храмах Московской Патриархии не смогут выполнить свой возглас свойств, которые в храме крещат, и призыв, ибо смешали святое с немец с необрезанными халдеями. А значит и возглас, и призыв есть ежедневная ложь. И церковь превращается не в лечебницу, где тщательно дезинфицируются приборы, чтобы заразная кровь спида или щумы не попала в тех, кто пришел на лечение. Сегодня же в храмах Патриархии положение, как в больницах Волгограда и Элисты, где невинные дети погибли из-за легкомысленности врачей. Поставили там, а там оказалось, прямо в запечатанном виде лежали шприцы, которыми пользовались наркоманы. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Сафония 3.3. Все они бесполезные врачи. И.Ф. 13.4. Врачуют раны народа моего легкомысленно, то есть лгут. Экономию придумали. Иеремия 6.14. Обощают слепотствующий народ словом благодать, не разъясняя, что для неприготовленных все это смертельно опасно. Но так уж привыкли принимать славу друг от друга, заменили истину Божью ложью. Римлян 1.25. Продолжая доказывать, будто кого-то спасли Декларация Сергия, и они через нее. И кого-то спасает такое расширение врат входа в небо. Бог же призывает, не говорите друг другу лжи. Колостинам 3.9. Это признак, не говорите. Отвергнитесь лжи. И.Ф. 4.25. И.Народ в основной массе верит лжи. 2.Ф. 2.11. Потому что не заботились иметь Бога в разуме. 1.Ян 2.21. Но учность лжецов в озере Огненном. Откровение 21.27. Кавычки открыты. От любви к славе человеческой рождается ложь. Храни себя от лжи, ибо она изгоняет страх Господень. А.В. И.С.А. «Надо мне лгать, имея в виду что-нибудь полезное. Этого не позволяет сказанное Господом, которое решительно говорит, что ложь от дьявола. 8.44. Не указывая никаких различий во лжи». В кавычке закрыт Василий Великий. Вот, знай это. У лживого дерзкое сердце. Он охотно выслушивает тайны и легко открывает их. Он умеет не излагать языком своим и тех, которые твердо стоят в добре. «Злополучный жалок тот, кто коснеет во лжи, потому что дьявол лжец, отец лжи. А они очень трудно идут на раскаяние. Их невозможно. Он что угодно будет долдонить, но от лжи не отойдет. Я считал, продал там какой-то колдун, так его сиархимандрит весь день исповедовал, только к вечеру он начал раскалываться, как говорят преступники. И начал говорить, я прибавляю там еще слова такие. Но он когда разобрал слова, то там призыв сатаны. «Ты некто, ты которому кто-то там…» А он закамуфлирован, но слова «сатана» то там нету. «Злополучен, кто коснеет во лжи, тот не имеет дерзновения, потому что ненавистен и Богу и людям. Лживый человек ни в каком деле не заслуживает одобрения и во всяком ответе подозрителен. То ли правду говорит, то ли нет, опять солгал. Нет язвы глубже этой, нет позора выше этого. Лжец для всех глусен и всем смешон. Поэтому будьте внимательны и не коснеете во лжи. То есть не застревайте на этом. Дьявол вовлекает нас в хитросплетение, чтобы человек оправдывал себя, когда дьявол, когда виновен, извинял себя в грехе и беззаконии, и извинением и виновностью усугубляет свое бедствие. Дьявол учит нас из воротливости и в слове, чтобы, когда спрашивает, не высказать нам вины своей, и чтобы, сделав грех, извернуться и оправдать себя. Ифрем Сирин. То, что впереди считал Ифрема Сирина. Ифрема Сирина. в церкви и в исповеди встречается ложь. Нагрешат, наблудят, а потом едут по монастырям, один грех одного расскажет, другой грех в другом монастыре другому. Церковь запрещает это. Вот, допустим, возьмем сектанты, держат в руках Библию. Один от этих книг не имеет, и говорят, они апокрифы, сангали, они принятые. Они не апокрифы. Это не книга иноха, не Евангелие от Иуды. Они не канонические, то есть не были тогда найдены. Вот и все. Церковь с предусмотрительной осторожностью отнялась, не несла их в канон. Дальше. Ложь гнусное бесчестие человека. Избежим обвинения, называемого ложью. Не делай себя в глазах другого незаслуживающим доверия, чтобы не встретить к себе поднедоверие, даже и тогда, когда говоришь истину. Вот все сектанты говорят, а, рукоположение не имеет значения. Мы тоже церковь. Есть разные динаминации, есть конфессии. Этих слов нет в Библии. Сатана прикрыл слово ложь. Под этими словами везде кроется сатана. Есть истина, есть ложь. Есть церковь, есть ересь. Как горючее вещество от дома, удаляй ложь от уст твоих. Нет ничего бессильнее лжи. Хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами. Ложь всегда изобличает сама себя тем, чем думает, повредить истине. А между тем истину обнаруживает яснее. Кавычки закрыты, Иоанн Златоуст. Снова кавычки открыты. Сплетающая ложь извиняется благими намерениями. И то, что на самом деле является гибелью души, он считает правым делом. Кто стяжал страх Божий, тот устранился от лжи, имея в себе неподкупного судью свою совесть. Иоанн Лествичник. Снова кавычки открываем. Нужно большое внимание, чтобы нам не быть окраденными ложью, ибо лжец не имеет общения с Богом. Ложь отчуждает от Бога. Мысленно лжет тот, кто принимает за истину свои предположения. То есть пустые подозрения на ближнего, как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от славолюбия. Так и ложь бывает от этих трех причин. Сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. И человек лжет или для того, чтобы не укорить себя, не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и не перестанет изворачиваться и ухищряться в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, хотя бы он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Будем избегать лжи, чтобы избавиться от участи лукавого. Постараемся усвоить себе истину, чтобы иметь единение с Богом, сказавшим «Я есть им путь и истина». Иоанна 14,6 Это говорит Ава Дорофей. Еще кавычки открыты. Видим, что разная ложь бывает в мире. Лжет купец, когда говорит, что товар-то его такой-то цены стоит, а это не так. Лжет свидетель на суде, когда говорит то, чего не видел и не слышал или не говорил того, что видел и слышал. И черное называют белым, а горькое сладким. Лжет работник, который, взяв недостойную цену, обещал работать усердно нанявшему его, но работает лениво или совсем не работает. Лжет должник, который занимает деньги и обещает отдать, но не отдает. Лжет пастырь, который обещает и присягает пасти стадо овец Христовых, когда его руку полагают, но не пасет или нерадиво пасет их. Так лжет христианин, который в крещении святом обещает работать Христу Господу, мы все обещались, но не работает. Таков всякий, кто по святому крещению беззаконует и прилипается к суете мира сего. Кавычки закрыты, Тихон Задонский. Еще кавычки открыты. Наши праотцы прельстились, то есть признали истинной ложь, и приняв ложь под личиной истины, неисцелимо повредили себя смертельным грехом. Ложь есть источник и причина вечной смерти. Игнатий Брещанинов в кавычки открывается. Есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное, но правду. Когда необходимо посоветоваться с другими опытными в этом, как исправиться грешившего, и когда нужно предостеречь других немногословия, которые по неведению могут быть нередко в сообществе с плохим человеком, считая его добрым. Он обманулся. Кто без такой надобности говорит что-нибудь о другом, с намерением ощернить его, тот клеветник хотя бы и говорил правду. В кавычки закрыты Василий Великий. В кавычки открыты. Если же подвергнешься клевете и после откроется чистота совести твоей, не гордись, но со смирением служи Господу, избавившему тебя от клеветы человеческой и Френ Сирин. В кавычки открыты. Для многих невыносимые всех смертей кажется то, когда враги распространяют о них худые слухи и навлекают на них подозрения. Если это правда, исправься. Если ложь, посоветуйся над этим, посмейся. Если сознаешь за собой то, о чем сказано, вразумись, веселись и радуйся по слову Господа. Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду. Вот как надо обращаться с ложью. Никогда не принимай клеветы на ближнего своего. Но останавливай клеветника такими словами. Оставь, брат, я каждый день грешу еще более тяжкими грехами. Как же нам суждать других? Иоанн Златоуст. Кавычки открыты. По мере того, как будешь молиться за клеветавшего, Бог будет открывать соблазнившемуся истину о тебе. Максим Исповедник. Кавычки открыты. Душа клеветника имеет язык с тремя жалами, ибо уязвляет себя и слышащего, и оклеветанного. Ава Фаласий. А клеветали вас, хотя вы невиновны, надо благодушно терпеть, и это пойдет вместо пяти семьи, за то, в чем сами себя считаем повинными. Поэтому клевета для вас это милость Божья. Надо непременно примириться с оклеветавшими, как это нетрудно, конечно, если возможно, Феофан Затворник. Многие не убивают руками человека, и не уязвляют, но уязвляют и убивают языком, как орудием, по написанному о сынах человеческих, которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Псалом 56.5 Многие не едят рыбы, мяса, молока, чего Бог не запретил, и даже благословляет верных, и познавшим истину принимать с благодарением. 1 Тимофея 4.4.5 Но пожирают живых, а мяса не едят. Живых людей многие не подают делами своими соблазна. Это хорошо и похвально, но языком разносят соблазны. Так. А и от места на место переносят зло, как больной заразу и как костер пожар, отчего бывает много бед и напастей. Тихон Задонский. Святой Иоанн Златоус изображает правое дело в виде огня, на которой набросаны кучи сырой соломы и хвороста, и на время они заглушают огонь. Но потом, когда все подсохнет, огонь взметнется до неба. Ложь всегда изобличает сама себя. Том 5, страница 42, Златоус. 11 том 811, и 122, и нет ничего бессильнее лжи. Восьмой том Златоуста, 184, 380 страница. Хотя ложь всегда основывается по-видимому на истине. Шестой том 750 страница. Ефесянам 4, 27. Не давайте место дьяволу. Теперь большой тут стих выступал в Ромо в Голазске, когда идти хотели, я вам рассказал уже, просто кому надо, затормозит, просчитает. Иеремия 9, 4. Берегитесь каждого своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Вот слово всякий, как тяжело слушать-то. Сирахов 19, 16. Не всякому слову верь. Определенно. Числа 13, 33. И распускали худую молву о земле. Люди поверили, все погибли. Но они ее не видели. Они не знали, как устроены города. Но они поверили. Но те, которые были, архитектор, лжи, они ходили, смотрели, все погибли. Распускали худую молву о земле, а сейчас произносят худую молву на солнце, на луну, на звезды, на все. Все по-своему трактуют и ложь разносят. Ложь от сатаны. Левит 19, 16. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь Иов 27, 12. Так говорит Господь. все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Зачем пустословить, когда все уже доказано, все видно. Так можно где-то не верить, можно, но когда явно под руками все, тут и говорит даже не о чем. Иезекиилия 13, 3. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Колоссин 2, 17. Никто не обольщает вас самовольным, смиренно мудрим и служением ангелов. Вторгаясь в то, чего не видел, без рассудом обмиваясь плотским своим умом. Это вот у православных сплошь и рядом. Сон какой-то увидел, обмирает, вот обмирает и везде христианин, православным не называется, Игорь, христианин, там, Сергей, христианин, Александр. Вот еще прямо это не покажешься. Змей говорит, в сухой траве. Евс 37, 18. Ты ли с ним распростер небеса твердое, как литое зеркало? Это книгу Иова читаем. Научи нас, что сказать ему, Богу. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Это обвиняющий Иова говорит, будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему, Богу? И Господь вдруг заговорил. Иов 38, 1. Господь отвечал Иов из бури и сказал, кто сей обращающий провидение словами бессмысла? Вот тебе и литое зеркало. Это сказал Иов Иов затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из черева, когда я облака сделал одеждой его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение морю, и поставил запоры и ворота. И мы видим, как берега, вот песок, туда-сюда волна ходит, и ничего нету, никакой стены нету, ничего нигде нету. Я на Тихом океане был, купался, в Атлантическом нигде никакой ограды нету, а они дальше соединяются между собою. Придумали, что будто бы какие-то стены стоят, чтобы вода не вылилась, глупости, и песок туда-сюда гоняет, даже, ну, другое дело, там, как в Севастополе ударяется в скалу, там еще можно что-то, песок, не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны, а мы скажем, теперь входили, Жак-Кусто опускался, глубоко видели, но тогда Бог разговаривал с человеком, который этого не был, он отвечал нет, дальше, обозрел ли ты широту земли, тогда, конечно, нет, а сегодня спутник летит, сколько, 108 минут, и все, обозрел всю землю, объясни, если знаешь все это, он не мог, а сегодня легко это объясняется, снимки есть, которые летают за деньги, платят миллионы, они все, снимают дорогу, а потом своим показывают, где путь к жилищу света и где место тьмы, ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь, стези к дому ее, Бог насмехается, Иофф 39.1, знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей, нет, а сегодня все это есть, и все это в зверинцах находится, в зоопарках, поэтому мы должны делать поправку, да, да, но только здесь у них делать плотно, они заходят, туда свет не попадает, иначе она сама копытами убьет его, можешь ли расчистить месяцы беременности их, и знаешь ли время родовых, а сейчас снимают все, что в норах делается, как рождает даже енок под водою, как и рыба икру мечет, как кит под водой, не сверху, и продолжал Господь и сказал Иову, «Будет ли состязающийся со сдержителем еще учить, облечающий Бога, пусть отвечает Ему». И отвечал Ее Господу и сказал «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе, руку мою полагаю на усталые». Однажды я говорил «Теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Вот что должен сказать человек, который не знает истинное открытие и разносит ложь, потому что много что можно говорить. Иов 42.3 Господь снова говорит «Кто себе омрачающее проведение ничего не разумею?» А как разуметь? Бог дал ученых, которые открывают законы. По этим законам мы узнаем, что есть оказывается молекулы, атомы, нейтрина. Ты их видел? Нет. А почему веришь в это? Все верят, которые имеют дело с физикой? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Ты же это не знаешь, зачем же говорил? Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне, Господи. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, а он его не видел. Поэтому я отрекаюсь раскаюсь в прахе и пепле. Вот что обо лжи мне пришлось взять из Святой Библии, из канонов и счастья даже из соборов. Больше практически брать не еще. Почему? Ложь. Но что интересно, старобрядцев говорит там 32-й псалом написано такое «Ненадежен конь для спасения». Ненадежен, то есть обманешься, он споткнется. А по-славянски ложь конь во спасение. То есть лживый конь, они говорят ложь это во спасение конь, можешь лгать. Ты как на коне в рай въедешь. Я свидетель, потому что надо знать язык. Ложь, конь, во спасение. Ну вот у меня все. Спасибо Христос за развернутый ответ. Я думаю, что очень многим кто посмотрит это будет полезно. Да. Потому что здесь практически все лжи из Писания и святых отцов очень много. Так мы разобрали ложь, которая в церкви, которая в миру, которая от дьявола, которая в космосе. В космосе от сатаны. Ибо он князь в господствующем воздухе. Врачи лгут на каждом шагу, неправильно болезнь определяют, дают не то лекарство, а обман. Ну ладно, другое, что не знал. Все отравители, все противники Богу, неверящие Библии, и неверящие Богу, все до одного лжецы. Дети дьявола. Понял. Тогда еще один вопрос, Игнатий Тихонович. Вот когда читал, и сегодня мы с вами как-то говорим, а уже мне это место приходит на память. То есть оно такое занозное у меня сидит. Как это понимать? Деяние 23 глава. Вы слышите меня? Я слышу. В Деянии в 23 главе, когда апостол Павел стоит перед Синодом, и когда он говорит, стена под пеленой, Бог будет тебя бить по устам. А вот интересно, Феофилак Болгарский, он толкует это место двояко. Причем сначала он начинает так говоря, что якобы он знал, что это первосвященник, апостол Павел, но, дескать, он принимает вид, что это было полезно. То есть как бы вот это толкование на сердце не очень ложится, потому что по сути как бы толкование, что вроде как Павел лжет, потому что второе толкование, оно более понятно, и оно более логично, что он действительно не знал, потому что он только-только приехал в Иерусалим, там у них первосвященники сменялись и так далее. Вот как такого рода толкование относится? Он не знал, не знал. А почему не знал? Потому что первосвященники по закону избирались до смерти, а у них должность была продажная. Они сидели там каяфа, иногда бывало сразу четыре рядом, и он не знал. И поэтому он ему сказал, а Павел только что пришел в эту местность, приехал, он не знал. И поэтому он говорит виноват, потому что если это был бы епископ, я бы сказал, а Патриарху это говорить нельзя, хотя он действительно стена подбеленная и вроде белый, а грязные дела творит и лжет. Павел не знал. Это доктор Фарар пишет, я у него много считал. Очень хорошо объясняет. Ну вот с этим толкованием у меня сердце согласуется. С таким да. Ну ладно, разобрались. Еще один вопрос, Игорь Николаевич, он уже не по нашей теме, но потому что актуален, у нас он возник, и мы его обсуждали на наших занятиях на прошлой неделе. О том, слышит ли Бог человек, то есть с одной стороны двоято. Вот мы читаем в книге Тавит, потом мы читаем в Откровении в 8 главе о том, что ангелы, там в первом случае это Рафаил, один из семи ангелов, который доносит молитвы святых к Богу. С другой стороны это также ангел, который образ Семиана молит. То есть также мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Бог грешников не слышит, но только те, кто исполняет волю его. То есть вопрос такой, слышит ли действительно Бог непосредственно человеку, либо молитвы доносят людей до Бога ангелов, предстояя служа ему. Вот такой вопрос. Ну вы сразу назвали разных людей, разные люди. Поэтому святые молитвы, Господь с ними прямо разговаривает с Моисеем. Он говорит Богу, что я не могу, я за их косноязычею. Он говорит, а у тебя брат Аарон, он хорошо говорит, и ты будешь за него как Богом. Богом и он назначил, Богом, потому что он-то Бога не слышит. Так и здесь. Бог знает все, что мы с вами будем сейчас говорить. Вот сейчас я возьму одну волосинку, выдерну, и Бог знал, что она у меня именно в этот момент будет. До моего рождения, миллиарды лет назад Бог это знал. Поэтому надо понимать, он слышит, но не отвечает, показывает, как бы закрывает. Поэтому что о Боге написано в Библии, это все говорится по разумению человеческому, чтобы было более приемлемое. Допустим, на Тверде звезды а Тверде это как раз это пустота, когда ничего нет, воздух где летят птицы. А как же звезды? Ну отсюда мы как их видим, мы видим на этой Тверде, они как бы лежат. Бог применяет к человеку. А не то, что там какое-то зеркало, звезды положил, а они сверху светят. Ну безумие. Ничего выходит Тверде тогда нету. Поэтому надо смотреть. Бог говорит к нам, я про струна и дома сапог мой. А, так Бог в сапогах ходит. Ну постойте, милая, с какого размера сапоги? И как быстро шагает. И сел, говорит, на крыльях ветра полетел. Так у ветра крылья есть? Ну что тут совсем-то уже? Ну считаем, Псалтыри, говорит, Иордан повернул вспять. Он никогда не поворачивал вспять. Давид говорит, и холмы прыгают как овцы, там горы как овцы, и холмы как агнцы. Продолжение радости, любви. И когда в израильском стане громко восклицали по прибытии к общегу и написано земля расседалась под ними. Сегодня хоть какие звуки издавать, земля не может расседаться. Это показано, что если бы земля была живая, она бы просто разорвалась, а от ушей лопнули бы у ней. В Англии какая-то победила девушка, и она кричала столько, такие там какие децибелы идут, что больше, чем сирена пожарной машины. Намного. Какие голосовые связки, не знаю, одержала полную победу. Так надо буквально что о Боге говорится. И Бог раскаялся, что сотворил человека. Бог не может каяться. Каяться тот, кто не знал. Я женился, она хорошая, оказалась не такая, как я думал. Или она вышла за хорошего, а у него там вшита была торпеда, пьяница, алкаш. Бог-то заранее знал это все, но чтобы нам было приемлемо, вот это так говорит, об этом все отцы говорят одинаково. И так понятно. Как это может быть? Бог на крыльях ветра. Ну, без ветра Бог двигаться не может, а ему места-то нет никакого. мы возьмем тысячи, миллиарды галактик за миллиарды лет световых дальше и везде Бог. А как это может быть? Умолкни и вопрос не задавай. Кто сей помращающий словами бессмысла? Кто? Дважды молчу, все, Господи, прости, болтал, сам не знал, что? Это Ева говорит. И мы должны это сказать. Не знал. А как мы должны смотреть на то, что говорят, это ученые, проверять? Есть то, что общее для всех. в этом святые отцы говорят, сомневаться не надо, мы принимаем. Чтобы все до одного на земле понимали, так такого наоборот не будет. Вот представьте себе, встречают Гагарина. Люди видят, как он садится. Откуда его бросили? Теперь он едет, его встречает первый генеральный секретарь там Хрущев, едут по городу, едет по всем странам мира и все ничего не знают. А в это время идет гонка. Те на Луну будут садиться и все это под сомнение. Почему? Это специальные люди, специальные люди назначенные, которые из людей делают болванов. Я сегодня посчитал, ссылается на какого-то Кузнецова, а у него там ролик стоит, он абсолютно безбожник. Он стоит и доказывает, никакого Бога нет, он все специально это делает. Безбожник. А ему верят, и верят верующие, вообще безумие полное. Ты верь Богу, верь тем, которые знают. о том, что нам говорят ученые, тем более известные люди, которые верят в Бога, у тебя нет оснований не верить, потому что им открыто, они опытным путем увидели, изучили, это известно, как находят какие-то ископаемые. Я вот читал про одного, но он решил, что, говорит, где-то все-таки есть газ, есть в море. Ну, где? Ну, они зафрахтовали, там в одной компании были, самолеты полетели, и широкоформатная такая лента у них все снимала. И они облетали, в общей сложности они налетали где-то больше тысячи километров. Ну, и когда вернулись, пленку проявили и стали смотреть. И вдруг на одной пленке увидели черненькая полоска. Они сразу остановили внимание, где высчитали, срочно туда, и показалось, что там огромные запасы и газа, и нефти. И они тогда стали сразу же расчет делать. Еще никому не говорят, что это надо провести трассу, трубопровод, какого объема, по дну моря, 1300 километров. Хватит всей Скандинавии и Англии. И теперь-то они никто, там обыкновенные чертежники, и они уже поняли, они будут миллиардеры. Так и случилось. И теперь они нанимают там баржу, делают... Баржа эта непростая. Непростая. За каждый день платят 500 тысяч долларов. Пурга, там снег нет. И поэтому у них все время заваривается, они ее смолят, смолой там, и опускают, опускают непрерывно на дно моря. И сейчас с этим они питаются. Там Англия-то откуда получают? Так я буду верить или не верить им? Ну не веришь, тогда отключайся. Откуда так все взялось-то? Ну надо маленький тот предел не верю иметь. Есть вещи, которые едва только делают, думают, и бывает, что не так надо было не на два, а на три яруса поднять что-то. Дело покажет дальше. Там они в вулкане думали, что так. А когда разобрались, так надо было еще чуть-чуть. Не... Ну не все взяли. Но эта ошибка-то... Когда я туда не слажу, у меня разницы никакой нету. Заверили высокую гору, внизу впадину. Могу ли я измерить? Нет. А кто проверял? Проверяли уже несколько раз. Тем более сегодня. Даже видят, что на дне моря, и там под землей даже что находится. Так что сегодня просто не видны какие достижения, и мы должны согласиться так. А я буду говорить, нет этого ничего. Ну лжец, будешь лгать, всех представлять лжецами. Так что лучше-то? Я вот говорю, у нас, допустим, смещенников сколько? Возьми здесь, за рубежом, и все. И спросим, а как вы понимаете это? Если все одинаково... Одинаково отвечают. Тебе сомневаться уже не надо. Все одинаково. Я спрашиваю, веришь ли, что космические пространства на Луне были? Все до одного верят. Александр, это епископ аргентинский, миллиант. Я с ним встречался был. Он работал в системе НАСА, НАСА, исследования. Он сам-то не летал. Как я могу не верить? Он все абсолютно, говорит, а так, все расчеты, все абсолютно точно. Но на Луну, когда посадка была, всего-то несколько метров чуть подальше там где-то. Сверху камня-то не видать. И Нейла Рамстронг натянулся таки 500 метров почти в сторону, и она села, чтобы хватило, модуль мог взлететь. Там 4 человека только перед экранами умерли в Америке. Это видно было все. Учились. А ничего нету, как не было. Космонавтов было 552 со всех сторон. Приходится верить, что все дураки были или подговорили. Ну, это безумие. Мы видим везде. Допустим, доставил железо. Как его? Как добыть? Нам показывают. А где оно есть? Неразработанные залежи. А я не видел. Ну, не видел. Придется просто не видел, да и поверить. У нас, видишь, богатство несметное, и люди не думают. А в Америке, в Канаде нет. И они сейчас нефть там закупают, у арабов-то. И огромные танкеры везут и туда заливают и заливают подземное хранилище. Так, а может, они его просто так куда-то... Ну, зачем думать так-то? У них бывает и прорывает что-то где-то, а нефть уходит. А в основном, говорят, там такие трубы, Песко пишет, что там платочка можно провести и ничего не запачкаешь. То есть они как-то умеют смотреть. А я там не был. Ну, придется поверить. Я вот что видел своими глазами? Я видел только, я еще ничего там внутри-то не был, не знаю. Я был в Стамбуле, храмах Софии рядом. Ну, еще я знаю. Я только из книг знаю, какой султан заехал на коне, где он кровавой рукой след оставил, ударил по колонне. А я буду опровергать. Ну, неверующий представляет все лживым, всех людей. Сохрани и помилуй Бог. Даже можно в жизни превратиться в дьявола. Я что в мире видел, сомнения все я тоже явно на глазах. А что я буду? Вот говорят, сейчас есть корабли на воздушной подушке. Воды не достает. И прямо корабль, огромный корабль, прямо выходит на сушу. Да может это быть? Ну, явно видо, это не голография. Явно. Люди выходят, разгружают. и надо придется какую-то меру поставить, грань. И всему не верить, и нельзя всему верить. Поэтому Бог дал разум спрашивать знающих людей. У меня было такое, я не разбираюсь в чем-то. Я поехал к тому, кто разбирается. Я говорю, а это так? Он говорит, нет. Я говорю, а я слышал. Ну, слышали, человек не знает, говорит. А я учился. Я учился, и теперь мне пришлось поверить. Я зарядил и проверил. Да, действительно, он сказал правду. А чего верить шарлатанам, когда он никто? Как я могу не верить человеку, как Блезу Паскалю, глубоко верующий? Почему я буду не верить? Какая его религия? Он католик, но он глубоко верующий. А как я могу верить какому-то, когда он говорит, а я безбожник, я буду ему верить? Безбожнику вообще нельзя верить? Их свидетели за рубежом не берут. Он говорит, я атеист, его сразу из свидетелей долой. Он не может давать показания. А ты веришь христианин, ты совсем ошалел. Кому же веришь-то ты? Сатане веришь. Что общего у света с отьмою, у Христа с велиаром? Оброни Бог. Избави нас от этого. А как выйти из этого, если ложь обуяла? Покаяние. Другого нет. Просто нет. Единственный способ. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А можно это сделать? Можно. Он гнал. Он думал, что правильно поступает. А потом осеял его свет. И он понял, что он гонитель. И теперь я не достоин называться апостолом. И всем об этом говорить не боится. И авторитет его не уменьшился от этого. Он все осознался, сказал и принес покаяние. Ефрем Сирин не боялся сказать, что он был горящим нравом и сильно раздражительный. Он не мог никак себя укротить. Но наступил момент, когда, говорит, стал владать собой. Зачем бы писал он? И он потерял? Нет. Серафим Роус мог бы сказать, что я родился в православной семье? Нет. Он и кришнаит, и мы где только не таскался. И все об этом говорит. А я зачем буду опровергать? Мне нужды? Никакой нет. И вообще нет никакой. Так что, чтобы не быть во лжи, надо все время молиться. Молиться. Иногда дьявол строит что-то. У меня было однажды такое. Я насчитывал жития святых, а живу на первом этаже. И как в окно застучит, Надежда Васильевна рядом сидела, кто-то приехал. Я покричал в стенке, никого нет. Ну что, будем выходить? Помолились? Давай выйдем. А у меня окно, и вдоль стены, и дальше все, сугроб. На мелонии нигде ничего нету. Вышел, ни следа нигде ничего нету. А я считал как раз про дьявола. Про дьявола считал. Я считаю, во-первых, я бодро считаю. Рядом сидит жена, еще не глубокая ночь, и прямо раму готов высадить. И я понял, ему сильно это не понравилось. Я, кажется, считал житие святого Исаакия Пещерского. Вот так бывает иногда. Ну, а ты говоришь, а я не верю. На это сказал Григорий Низский. Это брат Василия Великого. Люди, говорят, верят только в то, что сами могут сделать. А чего не может, он отрицает. Он не видел, не знает. Я вот иногда говорю о себе что-то. Я говорю, знаете, у Бога просить, то можно надеяться, получить, если будешь чисто жить. Не блудно. Но то, что я запомнил, сказал, в это верят. Я говорю, вы не знаете, что я знал до этого. У меня это-то не сегодня было, вот эта жажда там. Я в армию выпросил, чтобы мне раньше вставать. Разрешали с наушниками, спал, рядом Окинава была. Я сколько знал, ужас. Я помолился, Господи, убери у меня эту, переформатируй. Я встал, у меня ничего нету. И говорят, ну уж вы загибаете. Что, то, что я имею, верят, это меньше, и не верят. Забыть-то. Что забыться? Головой ударился пьяный и забыл. Я помолился, и Бог все убрал, все анекдоты, все убрал. Как будто я никогда не слышал. Я такие вещи рассказываю, со мной были. Как ты не веришь? А другой расскажет, ты поверишь? Поверю, потому что я верю в Бог. Бог это может сделать. А если этого не было, ты солгал, твой грех. Ну, я дальше-то не понесу, никуда это. Тут надо грань найти. Если даже лжи поверил, сомневаешься, другому не говори, или скажи так, я сомневаюсь, действительно ли это так? Ну, то есть, я слышал такой рассказ, барин-то жил так, видно, вольно, ну, что-то ему не нравился этот управляющий. А барыня в нем души не чаял. И он как-то сказал, ты вот его прямо привещаешь, за что ты его так привещаешь? Она говорит, он никогда не лжет. Кто он не лжет? Да таких людей нету. Ну, он думает, я тебе сегодня покажу, я вот сегодня тебя разоблачу. Ну, давайте на охоту. Ну, выезжает на охоту, он говорит, поехали мы на охоту, собак вывели, все уже, на коне, все, садиться на коня. Иди, скажи барыне, что мы уехали на охоту. Говорит, через три дня вернемся, у него там извушка, где в лесу. А сам как-то он скрылся, он говорит, отбой, собак на место, заходит, ну что, солгал. Она говорит, как солгал? Ну, он сказал, что я уехал, да я не уехал. А он не сказал, что ты уехал, а не уехал, на конюшню пороть. Нет, говорит, он сказал, барин сказал, что уезжает на три дня, и когда я уходил, у него левая нога была в стремени, а вторую ногу-то не поднял на седло. Он так и сказал. Барин покрутил головой и поверил, да, действительно так. Вот если мы научимся так говорить, то у нас будет прибыток в правде. Ложь, такой грех, которым людям очень трудно раскаиваться, потому что это дьявол, и дьявол блокирует, он не дает. Он ложь будет все время называть правдой, чего я буду себя унижать, я знаю эти все уловки. Почему? Это чисто дьявольское. У дьявола много там есть, он человеку-убийца, но это уже потом. Убийца, он убил весь род человеческий. Во лжи 100 миллиардов погибло, а дьявол, он лжец. И ты всякую ложь должен, в уста вошли всех пророков, но не вышли. И они потом в устах священников могут быть, патриарха, папы, у каждого из нас, если не будем бодрствовать. Но я верующий, разве он может войти? Считай, первый том, и она за Тауста. Письма с Тагирью. У Иоанна был друг из княжеского рода. И пошел в монахи. И когда спал, утром встал и начал кидаться и кричать. Что случилось? Ночью я видел, большая грязная, черная свинья, говорит, меня в рот заползла. Его возили, водили на горах монахи, живут в монастыре, и он не вышел из него. А отец там буйствовал. Сына моего погубили. У него такая была перспектива впереди. Он на Олимпиадах первые места занимал. Что сделаешь? Иоанн Златоуст говорит, провидение Божие так распорядилось. Иоанн Златоуст говорит несколько слов. Называется Кстагирью. А вот на ответ, а может ли бесноватый, чтобы был верующий? Глубоко верующий. И рядом Златоуст, который пишет молитвы на изгнание бесов. И ни одна молитва не помогла. И тогда он пишет, это провидение. И мы должны согласиться. А не так, как баптисты. О, если верующий к нам не подойдет, кто в нас больше того? Это в обыденной жизни. Но иногда Бог делает исключение. Потому что видит сильную душу и показывает, как он перенесет. Это болезнь. Болезнь не тела, а души. Если ты благодарно переносишь, как у Сергея Козлов, больной-то, он говорит, Бога благодарю. Я Бога познал через болезнь. Вот так надо болеть. Если такое случилось, конечно, страшно, не дай Бог. У меня было, ко мне подходил. Когда я на Златоуст конспектировал, и в это время дом большой-большой, они построили его. И умер хозяин в тот же почти год. Сына Колю стали поднимать там, машину это выдвигает, там срывать надо было доски. И она пошатнулась вдвоем там было. И ударила об асфальт, и оба сразу убились. Дочь уехала, хозяйка уехала, я остался один, и сестра моя была там. Я ложусь спать, она слышит шаги, по крыше ходит, она хорошо слышит. Но она когда уехала, я один остался. Я стараюсь редко топить, в холоде сижу, так я легче не засну. Я Златоуста конспектирую том за томом. И вдруг сзади как холод. Ни голоса не слышу, ничего, а мысль такая. Я сейчас на тебя нападу, и ты побежишь, ударишься в окно. Только выключишь свет, я сразу нападу на тебя. Я знаю кто. Я мгновенно на колени и начинаю молиться, пока меня жаром не обдаст. Теперь в сарай в огороде за углем ходить я хожу без света, нагребаю без света. В комнате ложусь, свет выключаю, и все. И он где-то неделю горячку угнал, и наконец отошел, больше по сегодняшний день нет. Александр Иванович Устинов недалеко от вас там живет. Герой веры был. Его сыновья у нас в Потеряевке живут. Герой веры, приговоренный к расстрелу за слово Божие был. И вот дома, когда он уже вернулся, и он лежал, спал, слышу, говорю, дверь, щелкнул крючок, отлетел, дети спят, у него 10 ребятишек было. И слышу, говорит, ногами хлопает, идет. Я, говорит, знал, кто это. Дверь открыл, а он с женой был. И подошел, одеяло взял, вот так натянул и давит. Ну, обычно там молитвы читают, а я, говорю, думаю, ну дави-дави, узнаю, какая твоя сила. Да, герой веры. Да, а когда одна рассказывала немка, вот так, говорит, давил на меня, я, говорит, молитву-то не знаю, я же не православная, а я тогда стала, господи, меч Бога, господа Егидеона. И опять, м-м-м-м-м, он говорит, слышу, слышу, меч господа Егидеона. Толкнул и пошел обратно. Это люди рассказывают со здоровой психикой. То есть это возможно. Возможно, слышат и прямо, и бывает даже видят, стоит где. Ну, мы считаем в Библии про это, как он приходит, каким себя показывает героям. А верующий он не может взять, и, говорит, и лукавый не прикасается к нему. Если мы твердо держим исповедание, никакой колжи, а если ты ложь наполнил сердцем, то тебе будет на каждом шагу, и в дурдоме закончишь жизнь. Тебе один, другой указал, что это ложное понимание твое. Выкини с головы все сразу, и никогда не приближайся. Со свалки сатана натолкал в душу. Отойди от меня сатана, а ты мне соблазн. И сразу 16 глава, 20 стих римлянам. И сокрушить сатану вскоре под ноги ваши. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Я тебя не боюсь, сатана, отойди, я тебе не принадлежу. За меня Христос умер, выкупил меня из рабства греха. И вот прямо говори, не бойся, пошел в свое место в Гиенну, куда его Господь отослал. Вот так вот молился сбежавший из ада. Так, ко мне еще один звонит. Так, уходишь? Все? А! Уходишь совсем? Не слышно? А! Вам не слышно? Слышу, слышу. Ну все, давай прощайся. Все. Все. Так, выключи там. Мудрое наставление беседы. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok